Начинаем традиции с гостей. В принципе, я согласен с коллегой, то что рассказал, особенно в таких играх так и бывает там ни у нас, ни у них. В целом, опасные моменты со стандарта получались, а так как позиционной игры немножко не получилось. Это опять, как позволят соперник, так и не играли. И то же самое, как мы позволили, так и не сыграли. Так видно, что команда играет, что на что. Если какие-то претензии к ребятам, конечно, это неправильно будет, если мы начнем. Но ошибки были, не хотелось бы так, но все равно сыграли так. А в целом, доволен по самодачи ребятам. А игра получилась такой боевой, то, что и мы ждали, и знали. Команда играющая и заслуженная, скажем так, и делая. Так что все, вы сами видите. Вопросы к тренеру гостей. Вы в этом году спасли Динамо Санкт-Петербург от вылета, когда вы возглавляли эту команду. На ваш взгляд, Рязань соответствует сейчас команде ФНР по уровню игры? По уровню игры Рязань – это твердый середняк команды ФНР. По качеству игры, по тому настрою, который был, и по содержанию игры. Видно, что команда обученная, команда играющая, команда играющая в футбол. Вопрос к тренеру обеих команд. Завершился первый круг, как оцените его итоги? Для своей команды, я скажу, понимаете, сырали никаких претензий к ребятам. Конечно, есть ошибки, есть это неизбежное. Но ребята отдались за этот короткий отрезок полностью. И то, что мы хотели, чтобы сказать, какие-то там задачи, какое-то место, ничего у нас такое. У нас задача в каждой игре, мы хотели сделать так, постараться выиграть. Когда получается, когда не очень-то, но есть над чем работать. Ну, в принципе, по самодаче никак претензий к ребятам. И в быту, и все-все, идет пока нормально, планомерно, то, что мы поступательно вроде двигаемся. Там дальше что будет, посмотрим. Ну, за первый пройденный круг у нас была очень большая, ну, во-первых, не для кого не секрет, что очень маленький перерыв между окончанием чемпионата и началом чемпионата. И у нас произошла большая ротация состава, пришло много новых игроков. И за такой короткий период времени мы даже сбор выездной не проводили, проводили все в Воронеже. Ну, благо, все условия руководство клуба создало, и есть эти условия. И, конечно же, хотелось бы иметь более такой, ну, с учетом той задачи, которая стоит, стоит эта задача однозначно, только первое место и выход в футбольную национальную лигу. Ну, если брать результаты, четыре очка, ну, вроде бы как хороший, ну, неплохой задел перед оставшимися пяти играми второго круга в этом году. Хотелось бы большего, но наиграли на то, что наиграли. Где-то взяли очки, которые не должны были брать, где-то потеряли, особенно вот здесь в концовке. Ну, связано, наверное, мы в одинаковых условиях. В Рязани мы в одинаковых условиях, оба команды проводили игры с командами премьер-лиги. Был очень уплотненный график с учетом климатических условий, которые, не знаю, как в Рязани, в Воронеже была жара страшная, и игры проводили с учетом кубковых три на четвертый, уплотненный график. В принципе, итогами первого круга я доволен все, и думаю, тот задел, который есть, мы во втором круге постараемся, так что в концовку уже более спокойно было играть. С учетом того, что мы второй круг своих всех ближайших конкурентов принимаем дома. и Рязани, и Тамбов, и Лиски, и Лиски, да, принимаем дома. Ну, реальные претенденты на повышение в классе и конкуренты наши, прежде всего, Рязани, и Тамбов, две команды, которые я, честно говоря, остальных так, по большому счету, мы уважительно относимся ко всех командам, но реальной конкуренции они не составят. Илья Каманди.